Сейчас у нас реализуется несколько направлений подготовки. Это из сферы чистой педагогики, то есть если в старом смысле понимать, то мы готовим учителей физической культуры, сейчас немножко по-другому называется, бакалавров педагогики с профилем физической культуры. В классическом понимании специалистов мы готовим учителя физической культуры, по специальности физической культуры, и также управленцев в сфере физической культуры. Это вторая ступень высшего образования, магистратура так называемая, подготовка управленческих кадров в области физической культуры. Скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то статистика, сколько выпускников вашего факультета работают в школах, а идут в Штульской области по специальности? Конечно, такую статистику мы введем. Единственное, что я вам не скажу, потому что год от года она разная. Все зависит даже вплоть от того, сколько мальчиков на факультете, сколько девочек, потому что очень многие наши выпускники идут сразу в армию служить. Бывает, что остаются там, строят карьеру уже военную. Практически все школы, не только спортивные, но и общеобразовательные, и учителя физической культуры, и тренер-портователь, это выпускники нашего факультета, начиная с 1977 года. Именно тогда появилась такая необходимость, и с тех пор факультет готовит эти кадры. Более того, мало того, что именно специалисты в сфере физической культуры работают в наших школах, и управленцы тоже работают. Наш выпускник, сейчас она находится в декретном отпуске, это начальник департамента областного по физической культуре и спорту Слюсарева Ольга. Это тоже наш выпускник, наверное, яркий пример как раз того, что я сказал. Сейчас мы приняли 40 человек именно на бюджетные места, которые финансируются из бюджета Российской Федерации. Это был план приема, мы его полностью выполнили. У нас заявление было 130, там с лишним заявление. Конкурс составил плюс-минус где-то 4 человека на место. Достаточно для нас хороший, по университету так в районе минимально уйдет. Но единственное, что у нас такая специфика, что если подают заявление на наш факультет, на другие уже не ориентируются, потому что это идут целенаправленно поступать именно на факультет физической культуры. По других факультетам там есть возможность либо поступить на одно направление подготовки, либо на другое. Вот у нас 40 человек мы сейчас приняли первокурсников. Плюс к этому те, кто не смогли поступить на эти бюджетные места, это еще 25 человек мы приняли на коммерческую форму обучения. У нас есть заочная форма обучения, там 15 бюджетных мест и 10 человек мы приняли на коммерцию. То есть достаточно приличный набор в первом курсе. Если по сравнению с прошлым годом, вот как раз о чем мы говорили, когда мы не были таким структурным подразделением, то есть мы осуществляли подготовку, но не было факультета, это было всего лишь 20 человек. И первый курс со всеми коммерческими составил 33 человека. Сейчас рост более чем в два раза, то есть это радует. Но в перспективе конкурс большой, может быть, есть смысл просить и большее количество бюджетных мест. — Скажите, пожалуйста, вы имеете связь с департаментом по физической культуре и спорту? И какова она вообще взаимодействует? — Ну, к сожалению, системного взаимодействия именно факультета нет. Конечно, когда департамент проводит какие-то мероприятия, они к нам обращаются, конечно, мы помогаем. То есть и предоставляем материальную базу, и сами участвуем. Участвуем в соревнованиях, которые уставили. Но такого системного взаимодействия, конечно, нет. Может быть, то, что департамент достаточно молодой... — И работают в нем молодые. — И работают молодые, да. И опытные люди тоже сейчас в декретах находятся. — А я так понял, вы считаете, что это пробел реальный. — Система управления сферой физической культуры, на мой взгляд, имеет ряд недостатков, которые необходимо исправлять. Тут не только финансирование, но и чисто управление. К сожалению, не все люди имеют образование, которое позволяло бы им управлять. Да, это может быть высшее образование, управленческое образование, но специфику той сферы, которую управляют, она отсутствует. Мы здесь готовы тоже помогать. Открыли даже направление подготовки магистратуры. Это для людей уже с высшим образованием, но которые хотели бы работать в сфере образования. Это менеджмент в сфере физической культуры и спорта. То есть это как раз заполняет те пробелы именно специфики. Потому что есть ряд моментов, которые нужно учитывать. Это не чисто управление. Здесь работают с людьми, работают с командами. Тут очень много нюансов, которые необходимо знать.